МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самую высокую оценку этому боевому средству дал противник. В первые годы Великой Отечественной войны лучшим противотанковым орудием германской армии стала советская пушка Ф-22. Первенец знаменитого конструкторского коллектива Василия Грабина в фильме «Оружие». В начале 30-х годов военным специалистам стало ясно, что конструктивный резерв трехдюймовой полевой пушки образца 1902 года исчерпан. Конструкторским коллективом, которые занимались артиллерийским вооружением, было выдано задание на разработку новой полевой пушки дивизионного звена. На темпы создания орудия, его общий вид и тактико-технические характеристики влияли многие факторы. Начиная с боеприпасов, заканчивая субъективными предпочтениями отдельных советских военачальников. Во-первых, со времен мировой войны Красной армии достались десятки миллионов снарядов для трехдюймовой полевой пушки образца 1902 года. В период с 1914 по 1918 годы на российских заводах было изготовлено 54 миллиона трехдюймов выстрелов. Еще 13 миллионов доставили из-за границы. Из США, Англии, Франции и Японии. Эти боеприпасы не были полностью израсходованы даже в годы Второй мировой войны. Ими стреляли вплоть до середины 60-х годов. Не использовать такое громадное количество боеприпасов военное руководство страны считало немыслимым расточительством. Поэтому новое дивизионное орудие должно было стрелять старым снарядом. Во-вторых, специалисты Главного артиллерийского управления Красной армии, опираясь на данные разведки, предполагали, что в США и Великобритании разворачивается серийное производство универсальных пушек. Такие орудия могли с одинаковой эффективностью вести огонь по наземным и воздушным целям. Как выяснилось позднее, информация о разведке оказалась ошибочной. Но в тот момент многих советских военных привлекала подобная идея. Особенно активным ее сторонником был начальник вооружений РКГА, в дальнейшем заместитель наркома обороны Михаил Тухачевский. Не возражал против экспериментов с универсализмом и сам народный комиссар Ворошилов. Видимо, в наркомате руководствовались, как бы сказать, данными Первой мировой войны, когда скорость самолетов не превышала 200 км в час. Они были очень езвимы. Развитие же авиации к 1335 году уже делало эти полуниверсальные пушки, которые должны были их отгонять, вести заградительный огонь, попросту не нужно, бесполезно. Среди тех, кто получил задание на разработку универсального орудия, было и Государственное конструкторское бюро номер 38. В нем разработкой ствольных артиллерийских систем занимался отдел под руководством никому тогда неизвестного инженера Василия Грабина. Грабин Василий Гаврилович, выдающийся конструктор артиллерийского вооружения, генерал-полковник технических войск, доктор технических наук, герой социалистического труда. Годы жизни 1900-1980. Автор конструкции десятков полевых, противотанковых, береговых, зенитных и других пушек, гаубиц, минометов, орудий большой мощности. Грабин был одним из немногих, кто понимал, что универсальная пушка будет тяжелой и очень сложной по конструкции, что она не сможет быстро и легко перебрасываться с одной позиции на другую, не сможет сопровождать наступающую пехоту. Однако единственное, чего ему тогда удалось добиться, это разрешение проектировать полууниверсальную пушку, которая вместо прицельного огня по самолетам способна вести лишь огонь заградительный. Модель получила индекс F-20. В 1934 году коллектив Грабина в инициативном порядке подготовил рабочие чертежи и проект другой 76-мм дивизионной пушки, получившей обозначение F-22. Опытное орудие было оснащено эффективным дульным тормозом, поглощавшим при выстреле до 30% энергии отката ствола. Это был очень высокий показатель для полевых пушек того времени. Зарядную камору увеличили под новый, более мощный боеприпас. Однако разработать принципиально новое орудие наркомат обороны Грабину не позволил. По требованию заказчика дульный тормоз с пушки сняли из-за быстрого распознавания противником огневых точек. После выстрела пороховые газы поднимали облако пыли. От нового снаряда также отказались, оставив боеприпас образца 1902 года. В таком виде орудие Ф-22 вместе с Ф-20 было отправлено на полигонные испытания, в ходе которых продемонстрировало отличные боевые качества. После показательных стрельб в июне 1935 года на совещании высших руководителей партии, правительства и Красной Армии Сталин сказал, надо прекратить заниматься универсализмом. Это вредно. Таким образом, путь перед Ф-22 первым серийным орудием конструкторского бюро Василия Грабина был открыт. 11 мая 1936 года пушка была принята на вооружение рабочекрестьянской Красной Армии. Дивизионная пушка образца 1936 года Ф-22. Калибр 76,2 мм. Длина ствола 51 калибр. Начальная скорость снаряда 706 метров в секунду. Масса в боевом положении 1615 килограммов. Максимальная дальность стрельбы 13,6 километра. Скорострельность 15 выстрелов в минуту. Дальность прямого выстрела 825 метров. Первыми огневую мощь нового советского орудия оценили японцы во время конфликтов в озерах Асан и на реке Халхингол. При этом выяснилось, что масса Ф-22 слишком велика и затрудняет перевозку орудия расчетом в полевых условиях. Идеальным орудие назвать было нельзя. Ф-22 имела много нетехнологичных узлов и деталей. Была дорога в производстве. Но все проблемы стали следствием порочности самой концепции универсализма. Через три года серийное производство Ф-22 прекратилось. На смену ей пришла новая дивизионка. Пушка Ф-22 имела ту же баллистику, что и те же боеприпасы, и ту же баллистику, что пушка, что трехдюймовка знаменитая наша. Но длина ствола была не 30, а 50 калибров. То есть очень длинный ствол. Эксплуатация показала, что если такое длинный ствол, попросту во имя неудобен. И в конце концов Грабину пришлось создать более пушку с нормальным стволом, 40 калибров. КБ Грабина проектировало новое орудие на основе конструкции Ф-22. Это позволило разработать техническую документацию за 4 месяца. Опытный образец был готов через 7 месяцев. Пушка получила обозначение Ф-22 УСВ усовершенствованное. После полигонных испытаний она была принята на вооружение Красной Армии. Дивизионная пушка образца 1939 года Ф-22 УСВ Калибр 76,2 мм Длина ствола 42 калибра Начальная скорость снаряда 680 метров в секунду Масса в боевом положении 1470 кг Максимальная дальность стрельбы 13,3 км Скорострельность 15 выстрелов в минуту Дальность прямого выстрела 820 метров К началу войны РКК получило более 4000 дивизионок Грабина Их производство согласно требованиям заказчика главного артиллерийского управления было прекращено из-за перевыполнения мобилизационного плана С началом войны выпуск грабинских пушек срочно возобновили Первое боевое применение новой пушки произошло в ходе Советско-финской войны 1939-1940 годов Несколько десятков дивизионок было захвачено и принято на вооружение финской армии В 1941 году с пушками F-22 и ОСВ познакомились немцы К началу войны большая часть дивизионной артиллерии была сосредоточена в западных военных округах Здесь в первые же дни войны орудия стали трофеями противника Руководство вермахта быстро поняло какое серьезное оружие оказалось у них в руках Только грабинские пушки оказались способны вести успешную борьбу против танков Т-34 и КВ Дверные колотушки вермахта 37-милитровые противотанковые орудия просто царапали броню советских машин Немцы нашли выход из противотанкового тупика Они приняли на вооружение трофейные F-22 По достоинству оценив заложенные в конструкции пушки возможности немецкие инженеры модернизировали ее именно в таком направлении какое предусматривал грабин Они расточили зарядную камеру и увеличили мощность выстрела почти в два с половиной раза вернули дульный тормоз и уменьшили сектор вертикального обстрела До 1943 года вместе со знаменитыми Ахт Кома Ахт 88-миллиметровыми зенитками русская пушка Василия Грабина была лучшим противотанковым орудием вермахта Трофейные советские орудия на службе вермахта ПАК 36Р были самым опасным противником танковых частей и соединений Красной Армии Наши бойцы называли эти пушки гадюками Несколько десятков их были захвачены советскими войсками под Сталинградом Гадюки поступали на вооружение советских истребительно-противотанковых дивизионов «Сталинград»